Спешно покидая родную страну, граждане Украины иногда даже документы взять не успевают. Так получилось и в этой семье. Бабушка выехала с двумя внучками и без паспортов, что делать дальше, растерялись. Если утрачены документы, то мы имеем право завести дело по установлению личности. Достаточно будет двум родственникам или двум знакомым подтвердить личность, чтобы мы могли выдать какой-то документ с фотографией, по которому вы можете дальше ходить. В Анапе организован пункт гуманитарной помощи вынужденным переселенцам. Талоны выдают в администрации города. Да, я там покушаю. Ну, дай Бог. Все будет замечательно. Давно надо все украинцы брать. Ну все, не плачь. Спасибо. Благодаря родителям первоклашек, планы сотни украинцев в этом году отправить детей в школу в первый класс реализуют в Анапе. Причем и школу подбирают, максимально учитывая и направление образования, и место фактического проживания. Чтобы закрепить первоклассника за школой, родителям необходимо собрать минимум документов. Сделайте форму и свидетельство о рождении вашего ребенка. Убер-пасха, либо он там в школе сделает. Напишите заявление, ваш ребенок будет закреплен за школу. Учебники вам будут дадут. Молодая мама с грудничком в Анапе временно оформляет статус временного убежища. В планах на будущее переезд в Алтайский край. Уже на постоянное место жительства. Вам надо будет идти в Федеральную миграционную службу. Шевченко 237. В 16-й федерации. И получить документы на оформление статуса. То есть вам сразу предлагают несколько вариантов. Вы должны определиться. Чтобы вам переехать в другой регион, вы здесь должны получить статус временного убежища. Получив этот статус временного убежища, вы определяетесь регионом и пишете заявление. О том, что вы желаете переехать в государственную программу пересечения в такой-то регион. Мы запрашиваем этот регион. Оттуда приходит подтверждение, что они готовы вас принять. Мы вам покупаем билеты. И вы по этим билетам приезжаете туда, там вас встречают. И начинают нам заниматься. Правила оформления статуса временного убежища разъясняют всем заявителям и в администрации города-курорта, и в отделе УФМС. Ежедневно в рабочие дни. Оформление статуса временного убежища на территории Российской Федерации дает право иностранному гражданину с этим статусом закона находиться на территории Российской Федерации в течение года, работать на территории Российской Федерации без получения каких-либо дополнительных разрешений, а также дает ему право участвовать в дальнейшем в государственной программе переселения соотечественников, получение разрешения на проживание в Российской Федерации, оформление вида на жительство, приобретение гражданства Российской Федерации. Заполняется специальная анкета установленного образца, человек проходит медицинское обследование, с него берутся печатки пальцев, проверяется он по судимости, находится ли этот человек в розыске и выносится соответствующее решение в трехдневный срок за дня подачи документов. В большинстве обращений за консультациями граждан Луганской и Донецкой областей Украины вопросы о порядке оформления статуса временного убежища и возможности трудоустройства. Напомним, специалисты УФМС ведут прием в рабочие дни по адресу улица Шевченко, 237.